О том, как девушка не пошла за царевича, пока он не научился ремеслу Жил один царь, у него был единственный сын Состарился царь и решил женить сына А сын говорит, дай мне обойти все царство, сам выберу себе невесту Отпустили его Смотрит, ищет царевич, не найдет невесты Только на окраине одной бедной деревни, в самой жалкой избушке Увидел он девушку, невиданной, под солнцем красоты и полюбил ее Просит ее царевич в жены, а она ей говорит А ты какое ремесло знаешь? Никакого не знаю, говорит царевич Не знаешь? А быть царевичем это еще не ремесло, сказала девушка Сегодня ты царь, а завтра нет Тогда чем семью кормить будешь? Пойди научись какому-нибудь ремеслу Тогда выйду за тебя А нет, так и не показывайся Загрустил царевич, не знает, какому ремеслу можно научиться так скоро Пришел к отцу, рассказал Так и так мое дело Вызвал отец всех ремесленников Пришли ремесленники Спрашивает царь Столлера Ты во сколько лет можешь научить царевича твоему ремеслу? В пять лет, говорит Столлер Ух, в пять лет моя невеста выйдет замуж, не дождется, говорит царевич На что мне тогда твое ремесло? Кто предлагает обучить царевича ремеслу в два, кто в три, а кто и в четыре года? Наконец выступил один бурочник Я тоже считаюсь ремесленником, дайте мне царевича В сутки обучу его своему ремеслу Пошел за ним царевич и научился валять бурки Женился потом на той красавице и зажил счастливо Вскоре старый царь умер Стал наш царевич царствовать Захотелось ему посмотреть свое царство Кто как живет, кто чему радуется и кто о чем горюет Оделся бедно и пошел Зашел в один город Там так вкусно пахнет едой, так лучше быть не может Подумал царевич, я столько трачу на поваров А такой вкусной пищи не имею Зайду посмотрю, что они готовят Зашел царь в один дом, а там пища из человечьего мяса Увидал царь погреб, спрашивает А что у вас в том погребе? Открыли эти басурмани погреб и бросили туда царя Там было еще три человека Один сказал, меня завтра заколют Другой сказал, меня послезавтра А меня послезавтра сказал третий Ты самый жирный, тебя в воскресенье заколют Испугался царь Да уж, что делать Съели тех и пришел его черед Сказал царь Я вам такую бурку сваляю, что две тысячи за нее дадут Никто ее не купит, кроме жены царя Принесли ему шерсть Такую прекрасную, затканную цветами бурку свалял царь Что глаз не оторвешь А между цветов вывел В таком-то городе, в таком-то доме, в погребе Томлюсь, не придете в два дня, съедят меня Взял один басурман бурку, взвалил на голову и понес Принес царицы, прочитала она, что там было написано Отдала за бурку две тысячи, отпустила Собрала войско и пошла затем басурманам вслед выручать мужа Окружила дом войсками и говорит Я войду вовнутрь, а вы как услышите, что разбилась чаша, так и входите Вошла она, попросила поесть Дали ей чашу, ударила она чашей озим и разбила ее Бросилось все войско в погреб, поймали всех басурманов и передушили Царя освободили Сказала жена, а ну, не знай ты ремесла Помогло бы тебе, что ты царь, закололи бы тебя и съели Пошли муж с женой и зажили счастливо После этого царь с царицей очень заботились о ремеслах